Привет! Сегодня делаем шестой быстрый тест уровня elementary. Погнали! Первое. Let's go. Пошли. The taxi drivers waiting for us, for we, for our. Our это наш означает, когда мы говорим о владении. Чей кот? Наш кот. Our cat. Чей дом? Our house. Наш дом. И так далее. То есть мы говорим о владении. Кто, что, кому принадлежит. Our house. А таксист ожидает кого? Ожидает нас. Нас будет us. Is waiting for us. We это мы. Это в начале предложения вы ставите мы чемпионы. We are the champions. Поэтому for us. His son is in his room. He is homework. He does his homework, можно сказать. He is doing his homework, грамматически, возможно, сказать. Но когда вы говорите does his homework, вы имеете в виду, что он постоянно делает или делает с какой-то регулярностью свое домашнее задание. He does his homework every day, for example, you could say. Но здесь у вас есть подсказка. Он в своей комнате. То есть он сейчас в своей комнате. И что он делает сейчас? He is doing his homework. Поэтому правильный ответ будет he is doing his homework, present continuous. Здесь никаких улик того, что будет present simple. Что будет does? Нет. Number 3. My sister hates to the dentist. Dentist – донтист. Моя сестра ненавидит, что going, be or goes. Здесь глагол hates. После hate, после love, после like вы используете глагол с окончанием ing. I like swimming. She hates cycling. I don't know. My sister hates going to the dentist. То есть going – это отличный вариант, потому как после hate нужно использовать глагол с окончанием ing. My sister hates going. Можно сказать еще my sister hates to go, но здесь такого нет варианта. И этот вариант намного хуже, чем вариант my sister hates going. Помните, если у вас глагол love, если у вас глагол like, если у вас глагол prefer – предпочитать. Prefer – вот так пишется. Prefer – предпочитать. Love – like. Prefer – hate. Мы используем глагол. Глагол в английском языке обозначается буквой V. И добавляем ing – hates going. Number four. Oscar loves Minna. Oscar любит Minna. But she doesn't love her, he, him. Ну, я думаю, вы уже понимаете, что he не будет, потому что he – это он. Оскар любит Minna, но она не любит его. So, but she doesn't love him. Нужно сказать him. Не he, не он, не her, не ее, а him. Number five. What do you think of his new song? What do you think? Это как вам? Как вы находите? Как вам его новая песня? И ответ. I like this – я люблю это. I like them – я люблю их. Или I like it. Вот, it мы часто заменяем какое-то, какое-то существительное. То есть, чтобы не повторять. I like this song. То есть, мы можем, в принципе, this сказать, если бы у нас было слово «сон» в конце. I like this song. Мне нравится эта песня. Но у меня нет слова «сон». Нет «сон», поэтому this нельзя сказать. Но мы можем слово «сон» поменять на «it». То есть, всегда, в принципе, мы меняем существительное на «it». I like it. Мне это нравится. Do you like milk? Yeah, I like it. I like it. Number six. The neighbors – это соседи. Are very quiet. Соседи – это множественное число, поэтому мы используем здесь «are». Они very quiet. Они очень тихие. I can't hear. Can't – это я не могу. Что делать? Here. I can't hear. I can't hear. They – они. Them – их. Or there – их. There – их. Вот это последнее. Это когда вы говорите о том, что кому принадлежит. Опять же таки, у вас было our – это наш, а there – это их. Их – кто? Их – cat. Например. Их – кот. They – cat. А я не слышу их. I can't hear them. Them – them. То есть, после глаголов нужно использовать не there, не их. Это мы не говорим о принадлеж... Что кому принадлежит. Нет. Мы говорим их. То есть, я не слышу кого. Не чей, а кого. Их. То есть, them отвечает на вопрос кого. Вот кого. Я не слышу кого. Я не слышу them – их. Я не слышу us. I can't hear us. I can't hear you. I can't hear her. I can't hear him. Я не слышу его. И так далее. То есть, вопрос кого. Them – us, you, her, him. Можно... Ну, понятно, я думаю. Number seven. Where – это где Céline Dion from. From – это из. То есть, из откудого Céline Dion. Откуда Céline Dion. Where is she from? Where is Céline Dion from? Здесь будет из. Почему из? Потому что быть откуда то. Да, быть. Я с Украины. I am from Ukraine. Céline Dion is from Canada. I don't know. So, where is Céline Dion from? Where is she from? Where is she from? Если вам такие предложения сложно делать, вы можете вот Céline Dion стараться заменить на такие слова, как Céline Dion, на she. И у вас будет предложение чуть-чуть попроще. Where is she from? Откуда она? Number eight. I don't mind. Я не против. I don't mind. То есть, здесь, смотрите, мы рассматривали love, like, prefer, hate. Также I don't mind. Еще один глагол, после которого нужно использовать глагол с окончанием ing. То есть, я не против сделать housework. Какую-то работу по дому. То есть, прибрать, помыть посуд и так далее. I don't mind doing the housework. I don't mind doing the housework. Number nine. Здесь вопрос, смотрите, вопросительный знак. Is it snowing? Does it snowing? It snowing? Ну, it snowing не будет, потому что это вопрос. Нам нужно использовать какое-то вопросительное слово или вспомогательный глагол. Не просто it snowing. Если сейчас идет снег, вы скажете it is snowing. Вот у вас есть ing. Оно как бы подсказывает, что, наверное, действие происходит прямо сейчас. Да? То есть, it is snowing. Поэтому вопрос какой будет? Is it snowing? Идет снег? А если хотите сказать does it, да, это present simple, тогда нужно ing убрать. Does it often snow, например, можно сказать. Очень, ну, часто идет снег. Does it often snow? Дальше, number ten. What time, в котором часу, do, does, is, your brother normally finish work? У вас есть глагол finish, в котором часу ваш брат оканчивает обычную работу, да? Your brother — это он. Здесь нужно понимать, да, это he. То есть, если he, значит, нужно задать, поставить не do, а does. What time does your brother normally finish work? Почему is нельзя? Потому что у вас есть, во-первых, есть глагол finish. Это означает, что нужно делать вопрос с помощью или do, или does, если это present simple, да? Не is, не с помощью is. И что еще нужно понимать? Нужно понимать, что у вас нет здесь present continuous, у вас нет здесь ing, поэтому вы не можете построить вопрос is. Вы можете, например, is he waiting, сказать, now, is he waiting now. Это будет present continuous, настоящее продолжительное время. Он ждет сейчас, is he waiting now, да? А здесь мы в общем говорим, в общем, да? То есть обычно, регулярно. What time does your brother normally finish work? В котором часу он заканчивает работу. does, потому что у вас глагол finish, не is. Иногда бывает глагол is, ну, то есть быть. Тогда вы используете глагол be для построения вопросов, например. Are you married? Are you tired? Are you Russian? Are you Ukrainian? Are you Moldavian? Etc. Number 11. We are going to bed. Мы собираемся ложиться спать. We? Very tired. Здесь мы очень уставшие. Tired – это слово, которое отвечает на вопрос какой. Это adjective, прилагательное. То есть мы какие, мы уставшие. С adjective, с прилагательными, вы используете глагол быть. То есть I am tired. Я уставший. She is tired. Она уставшая. They are tired. So we are tired. Правильный ответ будет are. We are tired. We are tired. Number 12. George loves, он любит. Еще раз. Love, like, prefer, hate. Мы используем тогда после этих глаголов. Глагол с окончанием ing. George loves, go watch, go into the cinema. Он любит ходить в кино. George loves, go into the cinema. Правильный ответ. Почему? Потому что у вас глагол loves, а глагол loves требует после себя глагола с окончанием ing. То есть у вас по сути два глагола. George loves going to the cinema. Number 13. Do you like dancing? Опять like и глагол с ing. После like нужно использовать глагол с ing. И запоминаем это. Do you like dancing? Yes, I like. Yes, I love it. Yes, I do like it. Yes, I love it. Yes, I like. Нельзя так сказать, потому что если вы хотите сказать да, люблю, то в английском языке вы повторяете вспомогательный глагол. Do you like dancing? Yes, I do. Are you married? Yes, I am. То есть глагол be вы повторяете только в форме с m, s, i. Yes, I do. Do you like dancing? Yes, I do. Нельзя сказать yes, I do like. Нельзя сказать yes, I, например, like без do. Yes, I like. Yes, I do like. Нельзя так. Нет, нет, нет. Можно сказать yes, I do. Или yes, I love. Или I like it. Да, мне это нравится. Нужно обязательно сказать it. Если вы it не говорите, вы не можете сказать yes, I love. Можно сказать yes, I do. Так, четырнадцатый вопрос. In a band. Band это группа. Музыкальная группа, да. In a band do you play? Или play you? Или are you play? Ну, play you это похоже на русский вариант. Играете ли вы в группе? Play you in a band. Но никто так не делает вопросы. В французском языке так, кстати, делают вопросы. В русском языке тоже, но в английском нет. Нужно использовать какой-то вспомогательный глагол, чтобы спросить. Play you in a band. Только нужно сказать как вспомогательный глагол. Какой мы будем использовать? Do you play? Или are you play? Помните, что если вы используете present continuous, тогда у вас вспомогательный глагол будет как раз are. И нужно использовать тогда ing с основным глаголом. Are you playing in a band? Вы играете в группе? Are you playing in a band? То есть, в present continuous вам нужно запомнить форма. Какая это глагол? Am is are. То есть, быть. Потом к основному глаголу добавляем ing. Но у нас здесь не present continuous. Мы не спрашиваем о том, что действие происходит прямо сейчас. Мы спрашиваем вообще. То есть, не в эту секунду вы играете в группе, а вообще. В принципе, по жизни вы играете в группе или нет. Поэтому мы используем present simple. А present simple имеет вспомогательные два глагола. Do и does. Так как у нас you. Мы используем do. Do you play in a band? То есть, старайтесь запомнить какие-то простые фразы. Do you live in Kyiv? Do you like music? Do you work? Do you go to school? Вот вы запомнили эти фразы. И постарайтесь понять, что это все present simple. Потому что вы не спрашиваете о том, что вы делаете сейчас. А вообще. Do you like music? Вы вообще любите музыку? Вы вообще работаете? Do you work? Do you live in the USA? Вы в США живете? Do you like football? Вы любите футбол? То есть, это все вопросы. Они построены в present simple. Вот запомните эти вопросы. И тогда, если похожие есть вопросы, используйте do. Do you do something? Не are you playing, например. Ну, вы уже знаете, что после глагола еще раз love, like, prefer, hate, мы используем глагол с окончанием ing. Только в чем здесь фишка? Фишка в том, что у нас два глагола с окончанием ing. Это shopping с одной P и shopping с двумя P. Какой мы поставим? Мы выбираем shopping с двумя P. Почему? Потому что в маленьких словах, когда слово оканчивается на одну согласную, при добавлении ing, согласная удваивается. Shop, shopping. Set, setting. Две буковки T пишу. Set, setting. Put, putting. Put, put. In ing добавляют. Do you like. Put, putting. Это происходит в маленьких словах. То есть, почему так происходит? Потому что в маленьких словах гласная должна быть под ударением. Тогда конечная согласная удваивается. Number 16. I don't like. Мне не нравится. Опять. У нас есть like. Мы используем глагол с окончанием ing после like. Вот здесь. I don't like. Мне не нравится. Live, live, live. То есть, жить alone. Наедине. Да. Я не люблю. Мне не нравится. Я не люблю жить сам. Да. I don't like living. Здесь какое правило? Тестируется. Здесь тестируется то, насколько вы знаете, что когда добавляете ing, вы убираете, убиваете эту букву i. Вот, i. Я имею в виду вот такую букву. Мы ее убираем и добавляем ing. ing. I don't like living alone. То есть, i у нас не должно быть здесь. Поэтому вариант b неправильный. Здесь написали букву i, ее забыли убрать. Поэтому правильный ответ – это слово, в котором нет буквы i. Number seventeen. I don't like her, him, them. I think he's a terrible actor. Ну, здесь очень просто. Я не люблю ее, его, их. Я думаю, he is, он есть, ужасный акток. То есть, мы говорим о нем. То есть, я не люблю его. I don't like him. I don't like him. Кого? Его. I don't like him. Я не люблю его. I don't like her. Я не люблю ее. I don't like them. Я не люблю их. И так далее. То есть, после глагола вы используете him, her, them. Да? Number eighteen. Do you want a sandwich? Вы хотите сэндвич? No, thanks. I hungry. То есть, нет, спасибо, я. Я здесь везде not есть, not, don't, am not. То есть, я не какой. Hungry – это голодный. Голодный – это adjective, это прилагательное. То есть, слово, которое отвечает на вопрос, какой. Какой. Я не голодный. То есть, я не есть голодный. Прилагательные всегда используются с глаголом быть. А глагол быть, напоминаю, это что? В настоящем времени это am. I am. Is. He, she, it. И are. We, you, they are. So, no, thanks, I. Здесь I поэтому будет am. I am. И not. I am not. То есть, вариант C будет правильный. I am not hungry. Я не голодный. I am not hungry. Number 19. Which TV programs? Какие телепрограммы? Which TV programs you watch? Are you watch? Do you watch? Какие телепрограммы? Нужно сказать, обязательно вы смотрите. У нас вы везде есть. You watch? Are you watch? Do you watch? То есть, you watch здесь нельзя использовать. Почему нельзя? Потому что нужно в английском языке поставить какой-то вспомогательный глагол для образования вопроса. Which TV programs you watch? Нельзя. Are you watch? Нельзя так сказать, потому что у вас глагол watch нужно использовать. Либо are you watching? I am. Сюда добавить. И будет у вас present continuous. То есть, сейчас. Какие телепрограммы вы смотрите? Сейчас, в эту секунду или в этот момент в вашей жизни. Но здесь нет ing. Вы никак сюда ing не поставите. Здесь вопрос present simple вообще. То есть, какие программы вы вообще по жизни смотрите? То есть, present simple смотрите с какой-то регулярностью. Which TV programs do you watch? What kind of films do you like? What kind of music do you listen to? Вот так. Number twenty. Сюзанна. Swimming. Swimming. Сюзанна. Плавание. То есть, у нас есть no, not, not. То есть, like, like. Здесь сказано, Сюзанна не любит плавание. Помните, что когда у вас like, вы используете глагол с окончанием ing. Он есть. Как сказать не любит? Сюзанна – это она. А когда у вас она, это когда he, she или it, вы используете не do, а does. Как вспомогательный глагол. Если отрицание, вы используете doesn't. Doesn't. То есть, Сюзанна – она, she, поэтому doesn't. Сюзанна – doesn't. Что делать? Doesn't like. Здесь эски никакой не будет. Просто doesn't. Like. Что? Swimming. Сюзанна doesn't like swimming. No like – такого нет. Сюзанна no likes – это бред. Сюзанна is not – нет. Здесь is нельзя использовать, потому что у вас глагол like. Не быть глагол. Не есть любить. Нельзя так сказать. Окей, справились. Дальше. The concepts. И нужно выбрать правильный вариант. У нас концепт какого числа? Второго. June, July, August. Есть июля в субботу. The concept, апостолов s, это показывает, что у нас сокращается. Is. The concept is, концепт есть, когда? In Saturday, second of July, the second of July. At Saturday, the second of July. Or on Saturday, the second of July. Это не так просто, кстати. Вот этот вопрос, он не такой простой, как кажется. Почему? Потому что, смотрите, если вы скажете в июле, в английском языке это будет in July. In July. То есть in используется, когда вы говорите о больших промежутках времени. Например, в июле. Или летом. In the summer. Летом. Да. In the summer. Самые две буквы. M и R. In the summer. Летом. Или in 2021. 2021. В 2021 году все идет классно. In 2021. Да, in. Это когда вы используете, in используете с большими промежутками времени. Когда у вас маленький промежуток времени, например, день, вы используете on. Например, on Sunday. В воскресенье. On Sunday. В понедельник. On Monday. Например. И так далее. То есть, когда вы используете день, это маленький промежуток времени. Вы используете on. 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 On Sunday. On Monday. Запомните. Это когда у вас есть слово day, используйте on. Вот. Day. Day. Здесь тоже у вас day есть. То есть, the second of July это конкретный день. Это маленький промежуток времени. Что-то у меня мышка отказывается работать сейчас. Будет on Saturday, the second of July. On Saturday. Потому что мы говорим не in July, это большой промежуток времени, а в конкретный день July, on the second of July. Поэтому используйте on. Запомните, если у вас где-то есть day, используйте on. Number two. February, March, February, March, February, March, потом какой-то месяц, потом май. Ну, пропустили April. April, апрель. Здесь все просто, я думаю. Number three. October, November, октябрь, ноябрь и что? December, декабрь. Здесь тоже все. Просто first, первый. То есть, ordinal numbers. First, первый, third, третий, четвертый. Значит, пропущено second. First, second, third, fourth. Если вы не знаете, повторите, пожалуйста. Запомните, это очень важная информация. Вам нужно знать. Когда с кем-то общаетесь, куда-то поедете, вам нужно знать обязательно. Third, fourth, fifth. Чтобы понятно было все. Цифры очень важны. Важны. Нужно знать. Fourteenth, четырнадцатый. Thirteenth, тринадцатый. И какой? Twelve. Ну да, конечно же, двенадцатый. Двенадцатый. Окей. Number six. Twenties. Двадцатый. Twenty. Second. Двадцатый. Второй. Twenty. First. Вот так будет. Нет, twenty-th one, а twenty-first. То есть twenty не меняется, меняется только first, second, third, fourth и так далее. Вот у вас подсказка. Twenty-second здесь twenty не поменялось, а second уже не two, а second. Twenty-second, twenty-third и так далее. Нельзя сказать twenty-th one. Нет. Twenty-first, twenty-second. June, August. June, July, August. Запомните. June, July, August. June, July, August. June, July, August. Это летние месяцы. June, July, August. Number eight. My cousin's birthday... Birthdays... December. December это большой промежуток времени, декабрь целый будет in. In December. Number nine. We live in a small... In a small... Not a city. То есть мы живем в маленьком, не городе. То есть mountain palace or village. Ну, если не city, то это не mountain, не palace, а village. We live in a small village, not a city. Мы живем в маленьком city, не городе. Number ten. Here we have two sentences, so you need to be very careful, you need to read sentence number one. Does Ricardo play the piano? Рикардо играет на пианино? No. He's an accordionist... Accordion... Accordion... Да, это не род занятий. А род занятий, он аккордионист. No, he's an accordionist. Вот так пишется, как пианист. Только, ну, нельзя сказать, что вот везде будет нист. Drum, барабан, drummer, барабанщик. Будет drummer. No. Piano, pianist. Guitar, guitarist. Or you could say a guitar player. Можно сказать, игрок на гитаре. Guitar player. Number eleven. Playing the... Is it very different from playing the piano? Playing the piano. Это пианино. Saxophone, keyboard, trumpet. Keyboard. Keyboard это синтезатор. Иногда говорят playing the keys. Сокращенно. Playing the keys. Вот так сокращается, чтобы не говорить. Playing the keyboard. И так далее. Playing the keys. Number twelve. It doesn't often rain. То есть это классическое present simple предложение. It doesn't often rain in the... Ну, не часто идет дождь не в горах, не в палаце, а, конечно, desert. In the desert. In the desert. Запомните, in the desert. Это в пустыне. Desert это пустыня. Mountain это гора. Palace это палац. Number thirteen. Patty plays the drums. Чудесно. Patty играет на барабанах. She is a drumist. No. Как раз нельзя ist здесь сказать. She is a drummer. Она барабанщица. Number fourteen. What time do you the office on Fridays? То есть по пятницам. Это present simple. Не сейчас, а по пятницам. What time do you at six? Здесь читайте внимательно, пожалуйста. И первое предложение, и второе. Потому что здесь у нас слово есть leave. Это уходить. И arrive. Приходить, приезжать, пребывать. То есть можно поставить, в котором часу вы приходите в офис по пятницам в шесть. То есть, наверное, имеется в виду не приходите, а уходите. Потому что в шесть часов никто утром не приходит, так и рано. Ну, может, кто-то и приходит. Но, в принципе, в большинстве случаев все приходят там позже шести на работу. Да, там в восемь, тридцать, в девять. Вот. What time do you leave? Поэтому будет leave. Почему leave? Потому что шесть часов. То есть вечером, наверное, люди уходят в шесть часов. Number fifteen. Her son is a keyboard. То есть keyboard – это синтезатор. Кейборд кто? In a band. Her son is a keyboard player. In a band. Ее сын – это игрок на синтезаторе в группе. Number sixteen. Do you play a music? Это музыка. Musician – это музыкант. И musical – это музыкальный. Запомните, музыкальный инструмент будет musical instrument. Do you play a musical instrument? Вы играете на музыкальном инструменте? Number seventeen. Sabrina's daughter is a famous дочь Сабрины. Будет Sabrina's daughter. Is a famous, известная. Violinist. 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 Violiner. Oh my god. О боже, какие здесь слова. Violin. И добавляем. Violinist. Violinist. Вот так будет. Number eighteen. My bed is very – I always sleep well in it. Вот вам подсказка. Моя кровать очень inside – comfortable. Strange. Inside – это в середине. Comfortable – это комфортный. Уютный. А strange – это странный. My bed is very – странное. Я всегда сплю хорошо в нем. Или в ней, в кровати, да? My bed is very comfortable. Уютная. Моя кроватка. Кровать очень уютная. Я всегда сплю хорошо в ней. Well, это adverb. Отвечает на вопрос «как». Отвечает на вопрос «как я сплю». Я сплю хорошо в ней. Девятнадцатый вопрос. I winter in London. London читается, а не London. А вот такой звук будет «а». It's awful. Вот второе предложение. То есть оно показывает мое отношение к зиме в Лондоне. Я говорю это… It's awful. You're right. Ты прав. It's cold, холодно, dark, темно and depressing. Депрессивно. То есть I love winter. Нет. It's cold, dark and depressing. I don't mind. Я не против. После «don't mind» используется не… I don't mind winter. Используется глагол, не существительное. Winter у нас существительное. Существительное будет noun. Нет. I hate. Я ненавижу. I hate. Что я ненавижу? I hate winter, лондонскую зиму. Она ужасная. И наш человек, с которым я говорю… You are right, говорит. It's cold, dark and depressing. Number twenty. I think my grandmother's beautiful gold ring is… Я думаю… И здесь у нас существительное… Аж здесь. Мое золотое… Красивое золотое бабушкино кольцо… Я считаю, что кольцо… Красивое золотое кольцо моей бабушки… Is valuable surprised or sell? Sell. Это продавать выпадает. Потому что нужно сказать, какое оно, какое. Surprise – это удивленный. То есть кольцо не может быть удивленным, но может быть ценным. Ценный будет valuable. Наверное, вы не знаете это слово. Если знаете, отлично. Если нет, запишите, пожалуйста. Valuable – это ценный. То есть я считаю, что кольцо бабушки ценное. I think my grandmother's… Какое кольцо красивое, золотое. Beautiful gold ring is valuable. Итак, дальше pronunciation у нас пошло. Здесь нужно выбрать sound, который отличается от двух слов. Например, view. Ну, давайте первое возьмем. View. Beautiful. 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 Дальше. Tra. Здесь звук. Immu. Mu. Здесь you. View. Immu. А здесь are. Поэтому be вариант. Number two. Player. Player. Y. Player. Y. Young. Y. 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 Здесь I. Поэтому будет это лишнее. Thursday. Thursday. Third. Mother. There. Вот здесь Thursday будет вот такой звук. Third. Такой звук. А mother. Вот такой звук. The. The. Mother. Язык между зубами. Mother. Mother. Следующее. Keys. E. Keys. Здесь high. I. И by. I. High. I. By. I. А здесь keys. Поэтому вот этот вариант будет лишний. Arrive. 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 Ar-ra. Ar-ra. Ar-ra-i. Arrive. Village. Inside. Arrive. Ra-i. Ra-i. Inside. Inside. А здесь village. I. Поэтому лишний вариант будет вот этот. Дальше. November. 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 Ну не November и не November, а November. То есть ударение на второй склад. That's fantastic. Не fantastic. 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 No. Tastic. Instrument. 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 Ударение на первый слог. Classical. 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 So the first syllable is stressed. Classical. Classical. Аккодиен. Интересное слово. Эккодиен. 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 Ударение на второй слог. Все, друзья. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поделитесь с друзьями. Поставьте лайк. Оставьте комментарий. Подпишитесь. Поставьте. Не знаю, что. Что еще. Что-то поставьте. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok